Теперь мы на спорте! Я рад приветствовать вас в нашей студии. Насколько я знаю, никто из здесь присутствующих пока в записи нашей программы участие не принимал, насколько я помню. Вас здесь в студии не было? Первый раз. Первый раз. Ну, я надеюсь, не последний, потому что спортивные акробаты, они чаще всего, наверное, радуют нашу спортивную общественность своими успехами. Я напомню, что мы во второй половине февраля уже беседовали с представителями спортивной акробатики и тогда в этой же студии обсуждали итоги чемпионата и первенства ПФО по этому виду спорта. И тогдашние спикеры программы Надежда Анисимова и Максим Минин, говоря о ближайших планах, как раз говорили, что вот-вот наши ребята отправятся в Баку на первенство мира. А теперь вопрос с тренером. За сколько по времени вы начали подготовку к этому турниру и где оттачивали свою программу? Начали готовиться мы с начала зимы. С января месяца у нас была область в начале, потом было ПФО. Ну и следом уже буквально через полторы-две недели у нас первенство мира состоялось. И приходилось форсировать события, маленько все, ужиматься по времени. И за неделю до соревнований мы начали тренироваться два раза в день, с утра и вечером. Вот так и готовились. В каком режиме? Шесть дней, семь, пятидневка? Шесть. Шесть? С одним выходным? Да, с одним выходным. Если я ничего не путаю, то приглашение на первенство мира вам пришло еще до старта чемпионата и первенства ПФО. Или по итогам как раз этого турнира вы отобрались на первенство мира? Нет, это уже было задолго, потому что было отборочное первенство России еще в 2021 году. И когда мы поехали на первенство мира в Женеву, нам надо было показать хороший результат, чтобы, скажем так, завоевать доверие старшего тренера и получить путевку на первенство мира в Баку. То есть по прошлому, да, получается, первенство мира проходило отбор уже на следующий? Учитывалось и первенство мира, и первенство России 13-19 лет возрастной категории, которая проходила у нас весной 2021 года. Именно вот на этих турнирах, на первенство России и чемпионате ПФО откатывали свою программу, правильно я понимаю? На первенстве России была программа проще, потому что мы готовились летом выезжать на первенство мира, а уже после летнего отпуска начали готовиться к чемпионату России, который был осенью, и уже непосредственно к оборочным соревнованиям, которые были зимой и к первенству мира. Иван Матвей, какие элементы оттачивали, на что вам тренеры вас просили сделать упор? Упор делается всегда на все элементы, вне зависимости от их сложности, так как нужно сделать все элементы чисто, безукоризненно, и ты должен быть всегда готов. А что вам, конкретно вам далось тяжело, чемпионат первенства ПФО или вот первенство мира в Баку? Эмоционально, физически, психологически? Ну, наверное, эмоционально больше чемпионат мира. То есть он сложнее показался? Да. А почему? Ну, потому что более сложное соревнование, и надо, ну, собраться мысленно и... То есть уровень ответственности, он все-таки повыше? Да. А как в таких условиях не перегореть эмоционально, себя не переподготовить, скажем так? Вот я сейчас вас как спортсмену спрашиваю, потом я тот же самый вопрос задам тренером. Ну, то есть ты всегда должен держать себя в форме, у тебя должен быть хороший сон, ты должен хорошо кушать и, в принципе, настраивать себя. То есть иногда можешь ночью долго не можешь уснуть, потому что думаешь о соревнованиях и о том, что предстоит тебе сделать. То есть это сложно эмоционально, и то есть нервная система немного страдает из-за этого. А как удается ли вообще как-то отвлечься, переключиться хотя бы на некоторое время, чтобы подумать о чем-то другом, а не о подготовке? Ну, в этом могут помочь друзья, то есть твои близкие, то есть куда-то сходить, может развеяться как-то. А так все должен сам делать. А теперь вопрос наставникам. Каким для вас выдался турнир в Баку? Насколько сложным эмоционально, психологически, физически? Ну, лично для меня сложно было пережить квалификацию, так как у нас соревновались две пары из России, а в финал выходила только одна пара. И пришлось попереживать, особенно на динамическом упражнении, так как у нас отрыв был не больно большой, всего в одну десятую. И думал о каждом или менее, только бы здесь сделали хорошо, только бы здесь сделали хорошо, только бы отработали упражнение красиво. Все, что задумал хореограф, чтобы все сделали. Ну, слава богу, все прошло у нас хорошо, и мы вышли в финал, но там уже показали, на что мы способны. То есть финал получился не таким сложным, как квалификация, как полуфинал? Ну, почему? Там очень была сильная пара из Казахстана, которая заставила понервничать. Я когда увидел у них оценку, маленько даже встрепетнул. Ну, потом ничего, ребята все сделали, у нас все получилось. Так, Ирина Алексеевна, ваши впечатления, ощущения, воспоминания, эмоции? Ну, это первое международное соревнование с мальчишками, которые дались достаточно тяжело в эмоциональном плане в связи с событиями последними. Поэтому приехала с этих соревнований, скажем так, очень разбитая. Придется, наверное, долго восстанавливаться. А так, все вот эти положительные эмоции от соревнований, от адреналин, то, что спортсмены выполнили те задачи, которые мы перед ними ставили, собрались, отработали чисто, эмоционально. Это, конечно, представляет удовлетворение как тренеру. Я просто в прошлый раз спрашивал у Максима Дмитриевича Минина, что ему сложнее наблюдать или самому бы выступать. Он, честно сказал, да, я бы лучше сам вышел, выполнил, потому что здесь переживаешь. И ты уже ребятам никак не можешь помочь. Они уже вышли выступать. То есть все, что ты в них вложил, они сейчас могут показать. То есть от тебя уже сейчас практически ничего не зависит. Ты можешь только стоять, наблюдать, переживать, следить за оценками, ну и ждать, надеяться, что оценки будут достаточно высокие. Еще такой вопрос. Стоит ли между квалификациями и финальными выступлениями что-то советовать ребятам, как-то их подсказывать? Может быть, и наоборот, это отвлекает их? Нет, лучше отвлекать детей от концентрации именно на финале. Ничего особого в изменении каких-то техники, выполнении элементов обычно мы не говорим. Просто эмоционально поддерживаем детей. С Ваней занимаемся отдельными, скажем так, вещами. Ну, учебой, небольшая тренировка в гостинице. И дальше они выходят на ковер, я думаю, что с холодной головой и делают то, что от них требуется. А вообще спортсмены, ребят, к вам вопрос. Между квалификацией и финалом слышат, что им говорят тренеры, или уже как-то абстрагировано ото всего готовятся сами? Насколько вот эти слова, которые ваши наставники вам в вас вкладывают, насколько они до вас вообще доходят? Потому что бывает иногда, что кто-то их может не воспринимать, или наоборот, от них как-то отгораживаться. Или как в вашем случае? Нет, ну, конечно, слова доходят, и слова любого тренера всегда должны доходить до спортсмена, неважно, в каком состоянии он находится, моральном или физическом. Вот, то есть, ну, тебе говорят слова, ты слушаешь, сам тоже держишь голову в холоде, думаешь, что, как правильно сделать, и просто выходишь и делаешь. Какие слова вас больше мотивируют? Кого-то мотивирует легкая критика, кого-то, наоборот, похвала. Все по-разному относятся, все по-разному реагируют. Для вас что? Ну, например, когда мы выходим с Ваней уже на ковер, то есть, уже мы следующие должны выходить, я, наоборот, пытаюсь его отвлечь, говорю, ну, что, у тебя вообще все хорошо, все у тебя получится, то есть, ты знаешь, что ты делаешь, просто выходишь и работаешь. Вань, для тебя конкретно что? Похвала, критика, где-то, может быть, какие-то шутки? Мне кажется, больше критика, так как это больше мотивирует и добавляет спортивной злости. Но ведь тут такой очень тонкий вопрос, главное с критикой не переборщить, наверное, тут уже к тренеру, да? Ну, лично я не критикую никак, я стараюсь вообще как-то чувство не трогать спортсмена. Говорю, основные ошибки, которые они допускали ранее, чтобы они за ними проследили, чтобы они не совершали данные ошибки, чтобы делали так, как надо мне, как я вижу технику исполнения элемента. Ну, вроде, иногда справляются. Вы их вообще никогда не критикуете или конкретно в период соревновательных? Конкретно перед выходом на соревновательный ковер лучше ничего не говорить. Лучше сказать, вот, с носка, жестко, активнее вторую часть элемента. Общая фраза. Да, общая фраза. То есть, а по итогам выступлений, какой-то разбор полетов, просмотр выступлений проводите, работа над ошибками, где-то вот по марочке, замечаете, может быть, не делаете акцент на них или наоборот, говорите, что вот здесь вот нужно было сделать лучше, здесь чище. Ну, я... Или победителей не судят, и в данном конкретном случае там просматривать победное выступление уже не стоит. Победителей судят, потому что проводится анализ того выступления, что они сделали на ковре. Очень важно знать эмоциональное состояние спортсмена на ковре, чтобы потом стараться нивелировать те ошибки, которые были допущены. Анализ все равно нужно проводить для того, чтобы сделать выводы и работать дальше. Поэтому это очень важно поговорить со спортсменами и узнать, что они чувствовали, где они допустили ошибки, по их мнению. И дальше уже совершенствоваться. Ирина Алексеевна уже сказала, что для ребят вот прошедшее первенство мира в Баку было первым международным соревнованием. Нет, это не первым. Это были уже третьи. А, третий. И тем не менее, что испытывают спортсмены, когда поднимаются вот на высшую ступень пьедестала? Как-то меняется восприятие, чувство победы в первый раз, во второй, в третий? Нет, ну, конечно, меняется. То есть, если сравнивать, как мы победили в Израиле в 19-м году по 1-16, то есть это неразличимые чувства всегда по-разному. То есть первый раз он всегда важен как первая любовь, то есть незабываемая. А на третий раз уже чувства притупляются? Не то, что притупляются, просто немного по-другому себя ощущаешь. Ваня так смотрит, на вас, наверное, не согласен или наоборот? Нет, мне кажется, я соглашусь. Вот такая фраза, достаточно распространенная, что кировские акробаты стали лучшими в мире, она становится уже для спортивной общественности в Кирове привычной. Как в таких... Ну, вы же не будете с этим спорить? Не будете. Тогда такой вопрос. Как в таких условиях не забронзоветь, если вот этот термин применим, когда мы говорим о победе на самых высоких международных соревнованиях? Как не притупить вот это чувство? Ну, ведь есть еще чемпионат, до него надо расти. Это совершенно другой уровень акробатики. Это уже взрослая акробатика, где элементы не такие простые, как выполняются на первенстве. И надо просто стремиться туда, учить что-то более сложное, чтобы тебя запомнили, интересное, чтобы знали, что это Киров. То есть именно в этом находить мотивацию, что кроме первенства мира есть еще чемпионаты мира, где уровень уже намного выше? Конечно. Ведь если ты выигрываешь чемпионат мира, ты становишься заслуженным мастером спорта, а тренер становится заслуженным тренером России. То есть лично для меня это какой-то стимул. Я хочу стать заслуженным тренером в России. Я буду стремиться к этому. В какой перспективе? Через сколько лет ставите перед собой вот эту планку? Я такую планку не ставил, я просто иду к этому. От нас ничего не зависит, ведь все равно спорт это как лотерея. Ведь могут где-то выиграть, но ведь могут и проиграть. Ведь могут завалить какой-нибудь элемент. Это акробатика, это сложный вид спорта, очень сложно. Ирина Алексеевна? Ну, я полностью поддерживаю Андрея Васильевича. Загадывать в нашем виде спорта это очень сложно. Он достаточно субъективен в судействе. У нас субъективно, как и техника выполнения, как и артистизм, то есть это композиция. И спрогнозировать результат, это достаточно сложно. Это как в биатлоне. Либо ты попал, либо ты не попал. И как судьи увидели ту программу, которую спортсмены показали на ковре. Поэтому это вот как звезды сошлись на небе. Если не сошлись, значит, все будет хорошо. Ну что ж, первенство мира позади. А что впереди? Какие планы? Ближайшая перспектива, может быть, чуть отдаленная. Какие соревнования Вас ждут? Ну, для начала это первенство России в Ярославле, 13-19. А потом на базе нашей спортивной школы в городе Кирове будет проиграть чемпионат России. Основной чемпионат России. Там, конечно, отбора не будет, но съедутся самые сильные спортсмены Российской Федерации. Вот будет интересно посмотреть, себя показать. Матвей Иван также будет принимать участие в первенстве России в чемпионате здесь? Да, конечно, будет принимать. А кто конкуренты у них будут по этим двум турнирам? Кого-то уже можно выделить? Какие-то регионы? Можно, конечно. Да все сильные. Мособласть сильная. Москва сильная. Питер сильная. Воронеж сильная. Куда ни ткнись, везде сильные спортсмены. И нужно себя показывать. Для них, конечно, основные соревнования будут это первенство России, так как они пока в этом возрасте находятся и в этой возрастной категории. Для чемпионата нужно, конечно, еще попахтеть, поработать. То есть какую-то новую программу готовите на чемпионат или более сложные элементы? Нужно будет выучить новые элементы, да, более сложные, чтобы показать трудность, которую мы можем сделать. Баланс нужно усложнить. Вальтиш усложнить. Все нужно усложнять, чтобы двигаться дальше. Ну, я предлагаю на этой оптимистичной ноте о планах на ближайшее будущее завершить нашу программу. Я напомню, что сегодня в гостях программы на спорте были представители спортивной акробатики. Это триумфаторы первенства мира, который недавно завершился в Баку. Иван Дериндиаф и Матвей Черных, а также их тренер Ирина Алексеевна Пенюк-Жанина и Андрей Васильевич Чикишев. Большое спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. На спорте.